Раньше выборного срока глава Коткина объявил о досрочной отставке. В Москву и в Санкт-Петербург в регион может зайти новый авиаперевозчик. В проект об этом процентной ипотеке внесут изменения. Администрация округа пересмотрела условия о предельном возрасте жилых домов. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Глава Коткинского сельсовета досрочно уходит в отставку. О своем решении покинуть занимаемую должность Вадим Глухов сообщил сегодня в ходе расширенной губернаторской планерки. Отмечу, что глава поселения отработал на своем посту ровно три года из определенных выборным законодательством пяти лет. Причиной своей отставки Вадим Глухов назвал риск не получить доплату к пенсии. Речь идет о дополнительных гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления. Они определены окружным законом. В зависимости от стажа работы на выборной должности, так называемая доплата к пенсии может составить от 30 до 45% ежемесячного содержания. Условием для назначения такой выплаты является стаж работы на территории округа не менее 12,5 лет и прекращение полномочий по трем основаниям. Одно из них – отставка по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию. 38 лет трудового стажа у меня вместе со службой в вооруженных силах Российской Федерации. Я должен был уйти на пенсию 4 апреля. Мне задержали на полгода. Я просто не хочу, чтобы мне задерживалось еще больше. Просто подошло время пенсии. Я всегда смотрел именно так и говорил, если у кого-то знакомых спросить, о том, что подошло время на пенсию, уходи, дорогу молодым. Я отработал три года. Мне не стыдно за отработанное время. Меня люди поняли. За последний год это уже второй случай, когда глава сельского муниципалитета в НАУ уходит в отставку по причине, связанной с так называемыми доплатами, предусмотренными для лиц, замещающих выборные должности. В декабре 2016 года добровольно сложил свои полномочия глава Шоинского сельсовета Владимир Коткин. Как отметил глава региона Игорь Кошин, ситуация, когда руководители не дорабатывают срок, который определен выборным законодательством и избирателями, которые связали. Будущее своих населенных пунктов с избранными главами требует серьезного анализа. Из бюджета мы тратим деньги опять на доплаты к пенсиям, избираем нового главу. И вот эти выборы у нас такой постоянный процесс. Это, конечно, все здорово. И здорово, что у людей есть возможность оформить все свои пенсионные дела. Но мы давайте определимся в целом, что это у нас происходит. 10 сентября на первой сессии вновь избранного Коткинского совета депутатов парламентарии приняли отставку действующего главы и назначили дату новых выборов. Они состоятся 17 декабря. Как сообщил Вадим Глухов, в период с 3 октября, день отставки, и вплоть до выборов нового главы, руководить муниципалитетом будет специалист местной администрации Валентина Безумова. У нее большой опыт работы, почти 17 лет, муниципальные службы. Она прекрасно знает свое дело. У меня очень хорошее впечатление о работе с ней за три года. Она хороший специалист. Будет ли Валентина Безумова баллотироваться на выборы главы Коткинского сельсовета, пока неизвестно. Напомню, выборы главы муниципального образования пройдут 17 декабря текущего года. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Полеты в Москву и Санкт-Петербург из столицы Ненецкого округа планируют осуществлять еще одна авиакомпания. В Саратовские авиалинии ведут переговоры с руководством Наринмарского авиаотряда об открытии двух новых направлений по маршрутам Наринмар-Москва и Наринмар-Санкт-Петербург. Об этом сегодня на оперативном совещании губернатора округа сообщил заместитель генерального директора предприятия Яков Меньшаков. Саратовская авиалиния авиакомпания запросила слоты по первым, третьим, пятым часам дням недели на Москву, Домодедово. Вылет на Наринмар в 10.20, в 11.20 вылет из Наринмара. Тип Як-42. И по средам Ан-148 тип на Пулково. В 19.20 вылет, в 19.50 вылет. Как отметил Яков Меньшаков, такой поздний вылет не совсем удобен для работы диспетчеров. Дело в том, что Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации планирует прекратить обслуживание самолетов вне регламента, то есть после 20.00. Губернатор округа Игорь Кошин, в свою очередь, отметил, что развитие конкуренции на рынке авиаперевозок особенно важно для нашего региона. У нас и так нет очереди из авиакомпании, желающих, значит, обозить пассажиров. Значит, либо с авиакомпанией, давайте будем говорить, что там взвинулись на какое-то время. Нет, мы работаем с авиакомпанией. Либо давайте решим по его регламенту. Процесс согласования полетов, по словам Якова Меньшакова, займет как минимум месяц. Поэтому не исключено, что саратовские авиалинии выйдут на рынок Наринмара уже в ноябре. На сегодняшний день межрегиональные рейсы в Наринмаре осуществляют три авиакомпании ЮТЕР, Нордавия и Коми Авиатранс. Ненецкий округ получит 150 миллионов рублей на строительство третьего этапа дороги на Усинск. Об этом на расширенном совещании при губернаторе округа сообщила первый заместитель руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Валентина Саутина. В Росавтодоре в настоящее время рассмотрено выделение округа дополнительных средств в размере 150 миллионов рублей и подтверждено на третий этап дороги на Усинск. Центр стройзаказчик готовит все документы для того, чтобы в соответствии с технологией производства работ выполнить в зимнее время объемы запланированные. Как сообщалось ранее в департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа, всего на строительство третьего участка необходимо свыше 2 миллиардов рублей. Также вместе с третьим участком планируется завершить строительство моста через реку Шапкино. На эти цели необходимо еще 300 миллионов рублей. Депутаты Ненецкого округа выступили за увеличение возраста жилого дома, как и условия при покупке жилья по программе «Однопроцентные ипотеки» с 15 до 20 лет. Инициатива была озвучена на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Ограничение по сроку эксплуатации домов вызвало бурную дискуссию среди парламентариев. В свою очередь, сегодня глава региона Игорь Кошин предложил увеличить возраст домов до 25 лет. Проект новой программы ипотечного жилищного кредитования был представлен администрацией региона в августе. После обсуждения на площадке общественной палаты документ попал под пристальное внимание парламентариев. Напомню, новая ипотечная программа предусматривает ставку для заемщика 1% годовых. Срок субсидирования составит 15 лет, а приобрести жилье станет возможным как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако для вторички вводятся ограничения. Жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитно-бетонным. Он должен быть построен не более 15 лет назад, а стоимость квадратного метра не должна превышать 65 тысяч рублей на вторичке и 75 тысяч на первичном рынке. Ограничение по возрасту жилого дома вызвало немало вопросов среди депутатов. Почему 15 лет? Ведь представитель банка четко сказал на той встрече, в любом случае будет оцениваться. Понимаете? То есть банк не боится, а он готов оценивать и потом давать ответ. Вы-то почему сами ограничиваете? Я считаю, что ограничивать нельзя, потому что чем больше срок этот, тем ниже будет цена, и тем больше количества людей будет доступно это жилье. Понимаете? А вы хотите ограничить 15 годами, это самые высокие, дорогие квартиры. Нужно думать о том, чтобы оживить рынок, люди с зарплатой в 15-20, они будут покупать более дешевое жилье. Те, например, у кого зарплата больше, они это жилье продадут вот этим людям и купят себе более дорогое жилье. И рынок оживится. Те дома, которые даже 20, может, 30 лет назад построены, может даже больше еще простоят, чем те, которые в последние годы построены, так называемые, боезеты. По словам Татьяны Лагвиненко, такое условие, как возраст дома, позволит исключить покупку жителями региона жилья в предаварийном состоянии. Купив квартиру в доме с 30-летней историей, через 15 лет, к окончанию срока выплаты кредита, собственники будут вновь нуждаться в улучшении жилищных условий. Поэтому ограничение по возрасту дома должно оставаться непременным условием новой программы. И еще один вопрос, который заинтересовал депутатов – ограничение по стоимости квадратного метра жилья. Когда социальная ипотека пошла, очень резко квартиры поднялись в цене, только из-за того, что пошел большой спрос. Здесь же цена среднерыночная, цена на сегодняшний день, они завышены, они занижены. Это те цены, по которым сегодня продают квартиры. Что касаемо продаж квартир, почему-то у многих этот закон ассоциируется с возможностью продать квартиры. Еще раз хочу обратить внимание, что закон разработан непосредственно на приобретение жилья, а не на продажу. Насколько мы бы не обсуждали, мы все равно возвращаемся, что вот те не смогут продать, те не смогут продать, а по какой цене не продать. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали администрации доработать законопроект об однопроцентной ипотеке и увеличить срок эксплуатации жилого дома, в котором приобретается квартира, до 20 лет. В свою очередь глава региона Игорь Кошин предложил увеличить возраст домов с 15 до 25 лет. Доработанный законопроект будет рассмотрен на сессии 21 сентября. Детские пособия проиндексируют. Инициативу губернатора Ниницкого округа сегодня на заседании комитета окружного собрания поддержали депутаты. С 1 января 2018 года также будут повышены выплаты гражданами из категории пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Индексация ряда социальных выплат планируется с 1 января 2018 года. Она коснется наиболее уязвимых категорий граждан – пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов и семей с детьми. Во-первых, будет повышена ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам. Выплаты в 2708 и 3100 рублей будут увеличены на 400 рублей. С 25 до 35 тысяч будут повышены выплаты участникам Великой Отечественной войны. Будут пересчитаны и увеличены единовременные денежные выплаты ветеранам труда – с 758 рублей до 1 тысячи. Труженики тыла вместо 963 рублей будут получать 1200 рублей. Также будут увеличены ежемесячные пособия на ребёнка. Ежемесячное пособие на ребёнка, которое сегодня составляет 853 рубля, предлагается увеличить до 1000. И, соответственно, следующее увеличение в зависимости от коэффициента 1,8-2,0 – это островная территория. И для одиноких матерей, которые воспитывают, у них выплаты составят примерно около 2500 рублей с этой конденсацией. Эти изменения предлагаются к вступлению в силу с 1 ноя 2018 года. Рассмотрели депутаты и вопрос по повышению прожиточного минимума пенсионеров на 5,1%. Повышение обусловлено новым подходом в формировании социального показателя и инфляцией. Согласно данным Департамента финансов и экономики, стоимость потребительской корзины за год выросла примерно на 5%. Данным законопроектом предлагается установить на 2018 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 17 956 рублей, что на 5,1% или на 864 рубля больше, чем в 2017 году. Напомню, что данная величина устанавливается в целях расчёта размера социальной доплаты пенсии пенсионера. Следовательно, его ежемесячное материальное обеспечение не может быть ниже данной величины. Данные законопроекта одобрены парламентариями и будут вынесены к принятию на ближайшую сессию. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Путёвки на лов сёмги не пользуются спросом у жителей Ненецкого округа. При этом лов красной рыбы в регионе не прекращается. В рейде по браконьерам побывала наша съёмочная группа. В селе Коткино завершается строительство новой фирмы с беспривязным содержанием коров. Строители заканчивают монтаж системы водоснабжения и отопления. По словам председателя СПК РК «СУЛА» Алексея Коткина, на этой неделе представители подрядной организации, строившие объект, произведут контрольный запуск оборудования. На строительство объекта в прошлом году хозяйство направило 73,5 млн. рублей, в текущем – более 100. По оценкам главы колхоза, объём общих расходов на строительство новой фирмы составит не более 200 млн. рублей. Строят фирму в селе за счёт заработанных колхозом средств. СПК РК «СУЛА» в числе других хозяйств региона получает государственную поддержку в виде субсидий на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Такая господдержка дала возможность колхозу аккумулировать полученные из окружной казны средства и вкладывать в развитие своего производства. Новая фирма в Коткино рассчитана на 400 голов, 200 дойного стада и столько жителят. Оборудование рассчитано на доение 240 коров в сутки. Кроме того, технология беспривязного содержания позволит увеличить удой с каждой коровы. Животные будут свободно передвигаться на специальных площадках, а процесс дойки будет происходить в отдельном доильном зале. Рост производственных показателей в хозяйстве позволит увеличить объёмы молока, а вместе с теми и молочные продукции – масла, сливок, сметаны и творога. Работать на новом объекте будут 15 человек. Квоту на вылов сёмги в Неницком округе могут существенно сократить. И связано это далеко не с отсутствием водных биологических ресурсов. Всё дело в том, что за сезон 2017 года была выкуплена лишь малая часть разрешения на лов сёмги. Неницкие рыбаки решили вдвойне сэкономить и выкупать лицензию на сега, но ловить в том числе и рыбу из семейства лососёвых. Причём зачастую происходит это недалеко от окружной столицы. Хитрых рыболов на контроль взяли сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. В один из таких рейдов отправилась и наша съёмочная группа. Ранним утром отправляемся на близлежащие к Наринмару рыбопромысловые участки. Спустя несколько километров встречаем первого рыбака, который трясёт сети. Завидев катер Центра природопользования, мужчина тут же выбрасывает за борт пойманную сёмгу. Инспекторы констатируют, рыбак всё делает по закону. Мужчина демонстрирует разрешение на вылов сега. Теперь становится понятно, почему рыбак так спешно избавился от сёмужьего хвоста. Впрочем, нарушения у любителя налицо. Он ведёт промысел за границей городской рыболовной тони. Я подъезжал к той, как обычно, тоне. Волна большая, дальняк. Говорят, там, на той лучшее тоне, тоже городское. Поехал. На горе нарушителя составляют протокол об административном правонарушении. И сразу после отправляемся дальше. Курс на рыбопромысловый участок Чайкино. Здесь, на реке, не души. Все труженики голубой нивы на берегу. Квотой ты довольны? А? Квотой. На зельдей не доволен. На сёмгу? На сёмгу. Меня устроит. Устроит? Ну, мы на следующий год можем её лишиться. Просто на сёмгу. Ну, в связи с тем, что берут лицензию на сега, она дешевле. К сёмгу же кота не вылавливается. И всё, и на следующий год нам её урежут. Ты чё? Ну, а как, если сами рыбаки и так поступают? Михаил Федурин – рыбак с многолетним стажем. Признаётся, на реке отдыхает душой. Рыбу вылавливает в основном для себя и родных. Поэтому его особо не пугает снижение квоты на вылав сёмге. Мужчина вообще считает, надо сделать единую лицензию на все разрешённые виды водных биоресурсов. Брал дважды лицензию на сёмгу. Реализовал. Попало по штучке. Тот и другой раз. Так что меня устроит. Сейчас взял на сега. Ну, хода нет, к сожалению. Давай кого доцедим, да? На волне. Качаемся. Эту ситуацию иначе, как парадоксальной и не назовёшь. Ведь в прошлом году за разрешениями на сёмгу стояли огромные очереди. Квоты не хватало. Но как только в 2017-м квоту увеличили, она почему-то оказалась невостребованной. Рыбаки округа сами себя перехитрили. Берут квоту на лицензию на сега. Она стоит дешевле. Плавают. Вот сегодня пример был такой. С 45-кой плавают и ловят сёмгу. Хотелось призвать рыбаков, любителей, всё-таки использовать квоту на сёмгу. Да, она дороже, но и рыба, естественно, сёмга ценнее. Беспокоят сотрудников Центра природопользования и другие проблемы в сфере рыбопромысла. Особенно удручающая ситуация складывается на нерестовых реках Запада. Речь идёт о территориях, где сейчас создаётся особо охраняемая природная территория – Северный Тиман. За лето инспекторы не раз вылетали в районы устьев рек Индиги и Воланги. Местные жители ставными сетями просто-напросто перекрыли ход сёмги. На следующий год у нас, конечно, там будет выставляться пост и так далее. Но нужно и людям понимать, что нерестовые реки перекрывать – это значит губить стадо. Сегодня ты поймал, не запустил в реку, рыба не отнерестилась, завтра её может не быть. Ну, хотят все сегодня и прямо сейчас. Но так не бывает. В целом же ситуация на реках Нинецкого округа стабилизируется. Как отметил Игорь Кисляков, браконьеров становится меньше. До людей наконец-то дошло. Легально ловить рыбу и выгоднее, и себе спокойнее. Алина Волчейская, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Игорь Тарасевич, Телеканал «Север».